В течение трех дней в конце прошлого года с 28 по 30 декабря в Олимпийце проходил открытый чемпионат города по мини-футболу среди юношей 2006 года рождения и младше. В памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины Юрия Николаевича Войнова. Поворотся за победу приехали команды из Сновска, Городни, Киева, Борисполя, Броваров, Переяслав, Хмельницкого и, конечно, Славутича. В предварительном турнире команды были разбиты на три подгруппы, а затем в стыковых матчах определяли победителя турнира. В предварительном турнире в группе А команда КДС США из Славутича выиграла все три матча с разницей мячей 13-5 и заняла первое место. А в группе С, тоже одержав три победы с разницей мячей 11-2, победила Дю США из Переяслав-Хмельницкого. Между этими командами и было разыграно первое и второе места. А еще мы обратили внимание на очень скромного детского тренера из Киева. А он, между прочим, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, воспитанник киевского «Динамо», был чемпионом Украины в составе Ворошиловградской «Зари». Естественно, мы подошли и поинтересовались, а какие были самые запоминающиеся матчи в его карьере. Ну, таких матчей было. Это против «Динамо» Киев, когда я играл в «Заре». Потом в Бразилии это против команды Португалии сборных, где играл Эсебио. Это против команды Уругвай, Аргентины, Торбеда Москва, Спартак Москва. Ну, вот такие игры. А о девятом вы рассказываете об этом? Я рассказываю, но они совсем маленькие. Это было очень-очень-очень давно, они еще этого не понимают. А еще мы поинтересовались у Вячеслава Михайловича, а в чем главный секрет при тренировке юных футболистов. Работая с детьми, надо обязательно учитывать психологию ребенка. А что самое главное? Вот если вы привезли команду, то вы их настраиваете на победу, хотя сами понимаете... Конечно, на победу. Их надо с детства воспитывать дух победителя. И даже если вы видите, что соперник по сей день... Все равно. Все равно надо в них воспитывать чувство победителя. Ну, сейчас мы не с ребятами, вы на какое место рассчитываете? Как вам сказать, какой режим... Пастфутбол покажет, посмотрим, на чем мы работали, на чем надо работать. Это турнир, который должен проявить лучшее качество и какие-то недостатки, над которыми надо работать. Мы здесь первый раз. Первое впечатление турнира? Хорошее, очень прекрасный, как говорится, манеж для детей. Очень хороший. И вообще, судя по первым дням, как наше пребывание, очень хорошая организация, все нормально, питание, проживание. Условия для тренировки мы здесь провели. Сейчас турнир проведем. Очень хорошо. Ну, а далее о финальной игре. Матч прошел в упорной борьбе. Тактика наших футболистов в начале матча была достаточно простой. Вратарь забрасывал мяч как можно дальше, а наши нападающие пытались его забить в ворота. Но сделать это было, несмотря на шикарную поддержку болельщиков, достаточно сложно. Напомню, в предварительном турнире футболисты Переясла-Хмельницкого пропустили только два мяча в трех играх. И все же, десятая минута, в их ворота был назначен штрафной удар, и от штанги мяч залетает в ворота. 1-0 повели наши футболисты. Далее по-прежнему напряженная борьба. Вратарь Переясла-Хмельницкого периодически спасает свои ворота. Правда, и нашему вратарю достается несколько интересных сейвов. Перерывы тренера успокаивают футболистов, подсказывают, как похитрее сыграть. После перерыва упорная борьба продолжается. И хотя атаковать, по идее, должны больше Переясла-Хмельницкие футболисты, но игра все чаще и чаще переходит ближе к их воротам. Хотя их атаки тоже весьма опасны. И вот несчастливая 13-я минута для команды Переясла-Хмельницкий. Счет становится 2-0 в нашу пользу. Противник теряет концентрацию. Буквально прошло не более минуты и еще один гол. 3-0. Это уже серьезное преимущество. Тренер противника нервничает и понимает, что если в ближайшую минуту его футболисты не забьют хотя бы один мяч, то игра будет проиграна. Но ребята из Переясла-Хмельницкого подустали. А наши атаки получаются все опаснее и опаснее. Все время закончилось, словучане победили. А дальше торжественная часть и награждение победителей. В начале слова предоставили почетным гостям турнира. Перше мое витание. Витание вам за прекрасный сучасный футбол. Молодцы! Молодцы! И второе витание с новым наступающим годом. В наступном году вы станете на год, на год старше. Вы на год наближите свою прекрасную футбольную и жизненную карьеру. Хай вам счастье в этом жизни. С новым годом! Было красиво и спасибо вам за все. От имени воинов и интернационалистов хочу поздравить вас с новым годом. И пожелать вам в новом году не только спортивных успехов, но и в учебе. Учеба это тоже не самое плохое. Какой мы сегодня футбол увидели, это просто прелесть. Молодцы! И вот в связи с этим хочется сказать, ну почему же такие слабые успехи сборной команды Украины. И все заложено в том, что вы придете на смену тому поколению и будете прославлять украинский футбол на мировой арене. Слава украинскому футболу! Первое награждение лучших игроков каждой команды. Первое награждение лучших игроков! Первое награждение лучших игроков! Потом лучшие в номинациях. Лучший защитник, лучший нападающий, лучший вратарь и лучший игрок турнира. И, наконец, три команды получают кубки. Третье место у команды DSH-1 город Киев. На втором месте команда Переяслав-Хмельницкого. А победили в турнире команда КДС США город Славутич. Спонсоры тоже получили награды и в финале турнира гимн Украины для поднятия патриотизма. Слава украинскому футболу! Слава украинскому футболу!